Весы, приветствую вас! Давайте посмотрим ваш расклад на июнь месяц. И первая карта для вас, Весы, это карта правосудия. Правосудие – это справедливость в начале месяца на вашей стороне. Знаете, для некоторых это может касаться какие-то документы, процессные разводы, какие-то суды. Но как-то показывать, что справедливость, что-то решение будет в вашу сторону. Она будет за вами. Давайте посмотрим следующая карта, что это касается в начале месяца. Это карта шестерка мечей. Знаете, у вас идет такое в начале уже то, что вы уходите от какой-то ситуации, уходите от каких-то старых берегов и идете к новым берегам. Но все-таки все зависит от вашей действия. Как вы будете справедливы по отношению к вам и даже по отношению к другим людям. Следующая карта для вас на начало месяца – это карта десятка мечей. Десятка мечей – это то, что вы правильно, те, которые после предательства, после обмана, после что-то, что какие-то изменения в отношении ушли, то вы правильно поступили, вы правильно приняли решение уйти. Потому что все-таки, если человек предал один раз, он предаст его второй раз. И вот в июне месяце для вас показывает, что правосудие восторжествует. Правосудие – это правосудие, вы правильно приняли вот это решение. Давайте посмотрим следующая карта. Карта суда. Знаете, карта суда показывает, да, может, да, обращайте внимание, что здесь может быть возобновление каких-то судебных процессов, да, какие-то суды, да, документы, да. А те, которые находятся после предательства, да, здесь как будто вы, ну, знаете, сгореть до тла и возобновиться заново, да, когда человек, знаете, рождается во второй раз, когда у нас есть такое, когда мы проходим что-то болезненное, и мы как-то заново начинаем, да, жить. Давайте посмотрим следующая карта, да. Это карта тройка мечей. Тройка мечей показывает то, что обращайте внимание, да, постарайтесь не входить в отношения как треугольника, потому что прежде чем вы будете это делать, да, думайте, что всё-таки по суду будет искупление, да, ваших грехи, да, вы будете отвечать за какое-то ваше вину, потому что карма всё-таки будет, ну, требует, да, как вы, чтобы вы отвечали за это, да, и нужно быть честным по отношению к вам, да, и по отношению к другим людям, да, они причиняют вот эту боль, да. Если вы понимаете, что эти в ваших отношениях что-то не, ну, проходит нормально, всё-таки нужно сначала отпускать человека и начать другие отношения. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца, что вам высшие силы говорят. Это пятёрка кубков. Пятёрка кубков. У вас будет вот в середине такая, знаете, скорбь на душе, у вас будет боль, у вас может быть то состояние, когда вы жалеете о чём-то, да. Я хочу сказать те, которые находятся в стабильных какие-то семейных отношениях, да, здесь может быть, да, что вас предали, да, вас изменяли. И для вас вроде бы вы начинаете, да, вы возобновляете, но пока у вас для вас вьюн месяц как болезненный, да, вот как-то тяжело проходит. Постарайтесь ещё не конфликтовать именно, мои дорогие, с вашими родными, да, не выяснять какие-то отношения, именно вот на середине месяца июня. Следующая карта на конец месяца. Пятёрка пентаклей. Уход. Здесь показывает уход каких-то ситуаций, проблемы, может, пустые какие-то надежды, но то, что здесь уходит от вас, это однозначно. Даже это если болезнь, даже если тяжело отпускать, это от вас уходит. Да, здесь как-то от вас что-то отпускает. Давайте посмотрим. Следующая карта на конец месяца. Карта башни. Карта башни говорит о том, что возьмите ситуацию в ваших руках и постарайтесь не страдать, не делать сами себе больно, потому что пока вы это будете продолжать, вы сами будете, знаете, терять вот это сила вашей энергии. Давайте посмотрим карта совета, что вам высшие силы советуют, вам, мои дорогие, это рыть от мечей. Бороться за своё место под солнцем, бороться за свою жизнь, бороться для того, чтобы вы счастливы были, не отпускать руки, потому что всегда, когда человек не отпускает руки, даже если это тяжело, даже если это болезненно, всегда нужно стараться выйти из этой ситуации. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. И для того, чтобы не пропускать новые видео,